всем привет меня зовут иван я все так же занимаюсь учением и разработка проектов на платформе эфириум и сегодня я хочу поговорить с вами о настоящем о будущем о проектах будущего и о том как сообщества будущего будут объединяться ради выполнения общих целей сегодня мы уже очень много говорили о всевозможных проектах и поэтому хотелось бы немного заново напомнить тем кто может быть не слушал или не слышал о том какие вообще проекты бывают на платформе эфириум в первую очередь эфириум это платформа финансов почему ну к сожалению на эфире довольно дорогие транзакции на нем не сделаешь игры на нем не сделаешь чаты мессенджеры и что-то подобное а финансы подход идеально потому что эфир стоит дорого хоть и комиссии дорогие удобное довольно для оплаты валюта с чем же он тогда помогает платформа такая как uniswap uniswap это самое популярное наверное приложение на эфириуме это децентрализован обменник или просто говоря биржа если вкратце через него вы можете проводить транзакции обменивать свои токены на разные другие сохранять полу ликвидности и все то что вообще возможно в системе финансов как и в нашем обычном понимании работает uniswap по принципу автоматы market maker то есть в отличие от традиционных финансовых систем где вы используете ордер буки то есть вы хотите купить доллар вы там размещаете заявку хотите продать размещайте заявку это ордер бук здесь uniswap работать немного по другому принципу у вас есть и полу ликвидности которые держатели могут заливать свои токены тем самым зарабатывать комиссии то есть москать сообщество обеспечивает данную платформу коинами замен получает награду за то что вы их обмениваете проблему не сопа заключалась также в том то что этот проект не то что сам популярный он и больше всех загружает сеть эфириума то есть можно сказать то что он является виновником как можно посмотреть на слайде 30 процентов и на самом деле даже больше 30 процентов загрузки сети приходится только на один юнисвоп не говоря о том то что на самом деле на эфире довольно много разных бирж не буду застрять внимание пойдем сразу следующим популярнейшим проекту на топ-2 это юнис это пенсия все очень банально мы имеем инфти мы должны ими управлять мы должны их передавать продавать торговать делать что угодно с чем это поможет инфти marketplace о пенсии инфти marketplace на эфире поддерживает аж другие сети он самый популярный и тем не менее остается монополистом на рынке не задерживаясь дальше хочу рассказать сразу про проектор сегодня ни разу к сожалению упоминался это крипто китис это nfc проект который также всплыл можно сказать еще до хайпа самих и на фишек в чем у суть то что это один из первых москать game фай проектов и нефти его фишка в том то что помимо того что покупаете себе какого-то котенка вы можете их скрещивать тем самым размножать и получать некоторые потомство также виде и нафти люди нашли в этом большой профит потому что вы купив 2 и нафти можете получить бесплатно фактически третью ну там надо было заплатить небольшую комиссию за это тем самым уже неплохо было заработать и проект действительно хорошо стрельнул теперь поговорим все так же про финансы систем после эфира финансовая платформа перейдем компаунд на прошлой лекции вам рассказывали про займы кредитования на платформе эфириум такое возможно как разки благодаря таким компаниям как компаунд это одна из первых платформ который предоставляет вам кредитование то есть вы можете положить деньги залог и замен взять себе какую-то другую валюту это очень удобно для некоторых целей но что более удобно так это принципиально отличие такого протокола как ави от компаунда ави это также только более популярный протокол который позволяет вам торговать занимать токены либо наоборот предоставлять для займа чтобы люди там кто хочет занять денег мог их получить в чем принципиально отличие в том то что ави поддерживает такую финансовую операцию которой в реальном мире просто не может существовать называется быстрые займы не совсем те о которых может подумайте быстрые займы в эфирами работают как у вас есть одна транзакция которая поляется в определенном блоке для вас можно сказать она выполняется моментально что вы делаете вы без залога абсолютно без чего можете взять себе какой-то займ например возьмем на миллион долларов чем мелочиться возьмем займ на миллион долларов у ави он нам это предоставит в чем фишка в том то что в конце данной транзакции мы должны вернуть ему миллион плюс комиссию которую он хочет тебе забрать как мы это можем сделать работа все довольно просто мы берем себе займ после этого идем на какую-нибудь биржу короче куда угодно идем мы должны любой ценой заработать денег если мы заработали достаточно денег чтобы вернуть наш займ обратно плюс комиссию которую он хочет тогда транзакция считается валидной иначе она просто не пройдет и то что даже он нам в начале там первой строчкой кода передавал займ она тоже не сработает такая система опять же она нереально в мире но очень широко распространена в сети блокчейн следующее у нас уже не просто обменник это агрегатор one inch предоставляет вам возможность более дешево покупать криптовалюту у вас есть юнисвопы у вас есть панкейки и куча других бирж one inch анализирует все транзакции все пути как вы можете там как-то обменять и самые токены куда-то на что-то и находит для вас самый выгодный курс тем самым зайдя на один ванныч вы можете купить какую-то криптовалюту по самому выгодному курсу для вас он все это делать вместо вас а теперь поговорим о более интересной концепции потому что сегодня мы очень много разговаривали о финансах о трейдинге арбитраже и еще много чем но не стоит упоминать не стоит упоминать то то что транзакции в блокчейне они работают последовательно то есть у нас когда формируется блок в нем есть список допустим из 100 транзакций человек а хочет отправить деньги там б тоже что-то сделать третий то что ты хочешь сделать выполняться не буду строго сверху вниз то есть кто первый попал в блок тот то транзакция и выполнится впервые чем это может обернуться напоминаю то что в блокчейне транзакции все публичные то есть любой может посмотреть транзакцию до того как она еще даже была записана блокчейн чем это чревато все вы слышали уже наверное много раз сегодня про валидаторов я валидатор я я просто сижу такой валидирую блоки никому не мешаю смотрю транзакция чувак отправил 5000 долларов обратно получил 10 я такой интересно отправил 5 получил 10 неплохой профит а чтобы то есть я так же сделаю я у меня есть века бы тестовая среда я могу протестировать а такой так я отправляю 5 тысяч долларов и я тоже получаю 10 то есть чувак сделал что-то выгодное ему не мой поля профит я думаю ну блин я тоже хочу заработать я просто скопирую его транзакцию и отправлю первые него это легально это очень широко распространено то что я могу буквально воровать чужие транзакции как это работает транзакция попадает в некоторую область перед тем как залиться блокчейн там они проходят скажем так тесты на валидность и очень много всех всяких других проверок после чего только не заливается блокчейн поэтому сразу любой у кого есть доступ к нодам там валидаторы те же они могут проверять то что какие-то транзакции более профитные и они захотят присвоить их себе как это вообще работает у нас есть список нод то есть там ноды будут конечно абсолютно разных в том числе валидаторов но есть ноды которые могут предоставлять вам информацию чуть чуть быстрее доли секунды более чем достаточно вы платите таким сервисом как флешботы за то чтобы они давали вам информацию о происходящих транзакциях чуть быстрее чем всем остальным получения у вас есть какой-то скрипт тоже какой-то бот который просто смотрит прибыльного или какая-то транзакция если да то просто ее копируют вы платите больше газа за транзакцию но тем самым вы выполняете быстрее в блоке чем человек который изначально ее отправил тем самым вы просто воруете транзакции и это более чем легально блокчейне сожалению это гигантская проблема и поэтому все что остается делать фактически это просто этим ботом поскольку ими пользуются все но теперь давайте поговорим немного о не финансовой системе помимо того что на эфире есть какие нефти и просто токены в нем есть одна отличная концепция концепция называется дал 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 это акроним децентрализованная автономная организация что он означает я могу привести понятный пример для того что вообще такой дал и сразу это сообщество но перед этим давайте давайте закажем пиццы серьезно давайте для примера закажем пиццу например вы скажите какую пиццу вы заказали любую с пепперони давайте отлично у нас есть пицца с пепперони давайте например вы какую пиццу закажете маргарита маргарита и вы 4 сыра так у нас есть пепперони маргарита 4 сыра у нас есть три человека три разных мнения Есть одна загвоздка. Заказать пиццу вы можете только одну. Втроем вы можете заказать только одну пиццу. Как бы вы решили проблему? Может быть, вы настояли бы на своем. Может быть, вы просто бы забили на это и все. Ну, вышли бы, скажем так, просто отказались от идеи. Или, может быть, провели голосование. Ну, допустим, я хочу все-таки эту пиццу, я пойду на компромисс. Как бы вы поступили? Допустим, вы выбрали голосование и проголосовали в итоге три человека наши. Захотели, выбрали перроне. Вы выбрали. Что остается? Вам остается ее заказать. Тут тоже есть проблема, потому что заказать пиццу, ну, технически может только один человек. Кроме того, ну, вы, наверное, скинетесь на пиццу, вы должны там отправить деньги. Встает другой вопрос. Вы должны выбрать человека, которому вы это доверите. А вы можете этому человеку доверять? Вы три дня из такого человека, который пытается заказать одну пиццу. И вы должны ему скинуть деньги. Вы можете ему доверять? Даже если вы его не видите. И, может, никогда не увидите. Вы вообще не знаете, кто это человек. Может, это вообще бот. Как решить такую дилемму? Здесь, по-моему, приходит концепция DAO. DAO — это система, которая имеет определенный ряд преимуществ в том, что в ней все равны, и в том, что в ней абсолютно не надо доверять. Как это работает? На базе смарт-контрактов. Смарт-контракты являются управлением DAO. То есть смарт-контракты, напоминаю, это кусок кода, примерно такой же кусок кода, который у вас есть в телефонах, планшетах и так далее. Только его особенность в том, что он публичный и неизменяемый. Как работает управление? Вы команда, вы DAO, которые хотите себе честное управление. Вы пишете смарт-контракт, в котором сразу заложена весь логика, весь алгоритм, и после этого вы его изменить не сможете. Именно алгоритм уже принимает какие-либо решения посредством голосований. Допустим, у вас есть проект, и вы хотите определить будущее проекта. Что вы будете делать? Вы запускаете голосование, которое публично всем, и только участники DAO могут принимать какие-то решения. То есть, допустим, я проголосовал за вариант А, другой человек, который тоже является членом DAO, проголосовал за вариант Б и так далее. Таким образом, посредством честного и прозрачного голосования определяются какие-либо дальнейшие шаги. Они могут быть, понятно, абсолютно любыми. Но теперь стоит другой вопрос. Точно ли все равны? И как вообще работает сама система голосования? Как вообще работает все-таки администрирование DAO и так далее? Там же должны быть какие-то роли, возможно. На помощь приходит токен управления. Токен управления – это обычный токен, который начисляется участникам DAO. Правила приобретения могут быть разные. Вы можете, допустим, заплатить за членство в DAO, либо вы должны быть кем-то из, не знаю, сообщеников, можно сказать, организаторов и так далее. В общем, любым способом получаете токены, тем самым они дают вам количество голосов, пропорционально тому, которое вы можете вложить в какой-либо прополз, то есть, ну, в цели, которую сейчас продвигают. Приведем пару известных кейсов. Один из очень, прям, очень хиповых случаев был, когда один человек подумал, я хочу купить баскетбольную команду. Ну, просто обычный человек захотел купить баскетбольную команду. Вот как думаете, например, в чем проблема, в чем главная сложность купить баскетбольную команду? Без понятия. Не продадут. Не продадут, найти деньги. Проблема очень проста. Где взять деньги на баскетбольную команду? Она как бы дорогая. Решение также приобрелось довольно быстро. Они организовали DAO. Говорят, я хочу купить, короче, тебе команду баскетбольную. Мы организуем компанию. DAO мы оформили как компанию, организацию, в США это вполне легально. Собрали единомышленников, они все скинулись в контракт. И с помощью контракта происходит управление баскетбольной командой. Такой кейс повторил очень так давно с некоторой организацией The Guards. The Guards – это NFT-проект. Он базируется на блокчине Solana. Что за NFT-проектом вдаваться не стоит в подробности. Просто вокруг этого проекта организовано было DAO. То есть, ну, огромное количество участников. Данные участники решили скинуться и купить команду Killer Free. Какая-то известная команда тоже баскетбольная. Они продавали свои NFT-шки. И суммарно DAO выкупил за 625 тысяч долларов их коллекцию. Что им это дало? То, что фактически DAO даже по документам стала владельцем данной команды. Они могли повесить свои логотипы на их форму. Они могли управлять этой организацией. Они могли поставить своего гендиректора, секретара и вообще делать абсолютно что. То есть, они на DAO оформили целую организацию. В данном случае это баскетбольная команда. Теперь можем разобрать несколько популярных DAO, которые вообще существуют. Здесь на слайде показано только несколько, поскольку на самом деле их очень много. Часть из них мы разберем сейчас. О чем стоит потерять? То, что в принципе, ЮСОП может тоже отчислить DAO, потому что он работает децентрализованно и решения также принимаются пользователями. И также, допустим, те же самые наши любимые обезьяны организовали тоже свое сообщество, потому что они продолжают развиваться, и создали ApeCoin. Насчет проектов, самым популярным DAO на тот момент является MakerDAO. В чем особенность MakerDAO? Есть стейблкоины. USDT и USDC, самые популярные, многие о них слышали. MakerDAO управляет тоже стейблкоином, который называется DAI. Опять же, фишка этого токена в том, что в отличие от USDT и USDC, они не управляются какой-то централизованной организацией. То есть нет какого-то банка или что-то, который… Ну, как бы мы ему доверяем, что он нам не обманет, но тем не менее. MakerDAO предоставляет нам возможность, что токен будет управляться строго с помощью DAO, с помощью держателей. То есть каждый член этого сообщества имеет свои токены МКР, и когда планируется придумать какое-то изменение данного проекта, они проводят голосование. Помимо также популярнейшего стейблкоина DAI, у них есть свои какие-то хранилища, обеспеченные чем-то, у них есть свои оракулы, у них есть своя система управления и очень много чего. Проект существует аж с 2014 года, даже до появления эфириума, позже они уже перешли как раз киев как DAO, и на данный момент они активно развиваются. Крупнейшая организация. А теперь перейдем к более интересному кейсу, можно сказать, минусы DAO. Дедао – один из первых и очень-очень популярных проектов. В чем его суть? Организован проект был спустя год после выхода оплачения на эфириум. В 2016 году некоторая команда захотела организовать венчурный фонд. Они преподавали это как что-то инновационное, потому что вы будете принимать решение, куда мы будем инвестировать ваши деньги. Ну как бы венчурный фонд, в котором вы определяете голосованием, куда пойдут ваши деньги. Плюс это неизменяемо, это все честно, прозрачно абсолютно. Проект, конечно, еще как зашел. За три месяца они собрали 150 миллионов долларов. Гигантская сумма для венчурного фонда тем более. Проект был настолько хайповым, что инвесторы залетали только так. Что произошло дальше? Три месяца они собирали деньги. Эти деньги пока что были заблокированы на их контракте. Да, работает, понятное дело, с помощью контракта. Потом спустя время они думают, ну пора уже что-то делать, пора принимать решение. Токены перестали быть заблокированными и их угнали. Их просто угнали. Почему? Потому что, не забываем про теоретический фактор, DAO работает на смарт-контрактах. В смарт-контракте может быть ошибка, которая видна абсолютно всем. К сожалению, видели ее не все. Видел ее один везучий хакер, который украл с этого контракта 60 миллионов долларов. Как это произошло? С помощью на данный момент популярнейшей уязвимости, которую наблюдают в смарт-контрактах, реэнтрансы. Насколько я знаю, на следующий день у вас как раз будет детальная лекция о том, как вообще работают уязвимости в блокчейне. Пока же не будем вдаваться. Это первый проект, который был, можно сказать, крахом сломлен, причем самой популярнейшей уязвимостью. К чему это привело? Такой крупный проект так быстро провалился. Украли 60 миллионов долларов. Что делать? Ethereum Foundation решил принять довольно радикальное решение. Они решили сделать форк. Они решили сделать форк сети. Так образовался Ethereum Classic и обычный Ethereum 1.0. Ну, теперь уже просто Ethereum. Потому что, ну, 60 миллионов долларов – это довольно большая сумма, и я как бы жалко. Тогда остались люди, которые не согласны были с этим, потому что, ну, мы не выкладывали, нам нравится наша сеть. Они отошли в форк Ethereum Classic. Люди, которые потеряли деньги, они такие, ну, мы станем полноценным Ethereum, из которого дальше уже вырос наш текущий Ethereum. Таким образом, произошло разделение комьюнити, и данный проект стал, можно сказать, символом того, что смарт-контракты и DAO – это не самая безопасная система. Ее должно тщательно проверять, чтобы она действительно была безопасной. Следующий уже более фановый проект – Friends Benefits. С говорящим названием эта организация занимается тем, что они, так, короче, говорят, тусуются. Они проводят мероприятия, собираются друзьями. Это некоторый такой, можно сказать, приватный клуб, в который вы можете вступить, заплатив определенную сумму. Там что-то около 70 пиздей или 300 долларов. Вы получаете доступ к их мероприятиям, закрытым чатам, каналам. Сейчас они выпустили соцсеть. Люди там творческие собираются, общаются, делятся мнениями, проекты и так далее. То есть они организовали фактически свою децентрализованную соцсеть. Говоря о управлении DAO, насколько вообще это сложно сделать? На самом деле довольно просто, потому что есть такие платформы, как Aragon. Aragon – это проект, причем тоже DAO, который позволяет делать вам DAO. Это некоторая платформа, вы можете зайти и буквально не писать, вам не нужно писать код, вы просто заходите, это конструктор DAO. Вы выбираете управление, вы выбираете держатели токенов и все что угодно. Это делается через удобный интерфейс. Таким образом вы довольно легко можете организовать свое собственное DAO. Пожалуйста, переключу обратно, потому что я забыл упомянуть одну маленькую мысль. Зачем вообще DAO нужно? DAO – это не просто просто общество. DAO – это конкретно инструмент. Инструмент, который может быть реализован по-разному. Для чего вообще это надо? У вас есть, представим, проект, идея, проблема, что угодно у вас есть, и вам нужна помощь. Вам нужна помощь, причем среди друзей, возможно, у вас нет единомышленников. Вы хотите найти их по всему миру. По всему миру вы должны доверять незнакомцам. А большинство, тем более дел ваших, они будут финансовыми. Как доверить свои финансы незнакомцам? Вы просто берете любой проект, идею, DAO, что угодно вы берете, организуйте под это DAO. Заносите весь ваш код, весь ваш алгоритм, смарт-контракты, тем самым обеспечивая нулевое доверие, чтобы вы никому не доверяли. Вы доверяете смарт-контракту, математике, и тем самым вы гарантируете себе то, что данный проект, по крайней мере, не дозвольте за то, что у вас кто-то кинет. DAO является одной из фундаментальных вещей для концепции будущего, представленной по Телекам Бутериан. Мы уже ранее немного упоминали, что есть такая штука, как децентрализованное сообщество. То есть все, наверное, смотрели матрицу, там, когда люди погружались в машины, потом жили в своем виртуальном мире. Деслок отчасти это напоминает. Суть его в том, что в нем есть слабаун токены, то есть в нем есть души и слабаун токены. Это ваши цифровые личности, которые вы можете показывать или не показывать кому-то, вы можете иметь разные. DAO является второй неотъемлемой частью этих сообществ. Как раз Деслок — это The Survival Society, значит сообщество. Вам нужно сообщество, которое вы организуете с помощью DAO. Как раз-таки это тоже с нулевым доверием, так же, как и, собственно, ваша личность. Третьей частью, напомню, является метаверс, то есть ваше зрение. Технически в Деслок мы реализуем наш реальный мир, только виртуальный. В реальной жизни у вас у всех есть личность. Она реализуется с помощью ваших душ, СБТ. У вас есть сообщество, оно организуется с помощью DAO. А все ваше зрение, чтобы как-то это что-то видеть или взаимодействовать, организуется с помощью метавселенных. Такая концепция была детально расписана в прошлом году Виталием Комбутериным, основателем эфириума, в его white paper. И там дано вот такое определение, которое перейдет на русский. Децентрализованное сообщество — это сообщество, в котором каждый человек и группа людей взаимодействуют между собой на равных условиях, что позволяет душам и сообществам совместно создавать полезные связи и развивать интеллектуальный потенциал на различных уровнях. Говоря проще, вы просто объединяетесь по скиллам, по интересам и почему угодно, для того, чтобы выполнить какую-то общую цель. Цель у вас может быть разной, может быть развлекательной, может быть для проектов, для продвижения, чего угодно. Просто по всему миру, ну согласитесь, найти людей со всего мира намного проще, найти людей из вашего региона, которые говорят на вашем языке, и которым вы можете доверять. Тем самым DSOC решает эту проблему. Для DSOC уже сделано несколько популярнейших проектов. Первый — это Ethereum Name Service. Пример очень простой, как, например, в обычном мире Web2 у вас есть тайт, Google.com и так далее. Это домен. Такие же домены можно реализовать на эфире. Это написан смарт-контракт, в котором вы берете ваш адрес, вы берете ваш некрасивый адрес, который не читается человеком, и записываете в виде него какой-то адекватный адрес, который только читаем. Он будет также полностью валидный, его будет подойдет смарт-контракт и так далее. Вот можете привести пример, как это находится там. Любое название, точка и TH. Следующим у нас является как раз-таки протокол для построения всех этих связей, всех этих коннекшенов. Это Lens Protocol. Из себя он представляет социальный граф. Говоря проще, у нас есть, например, какая-то соцсеть, допустим, ВКонтакте, которая определяет, ну у вас есть, например, вы учились в каком-то ВУЗе, и вам ВК рекомендуют друзей из этого же ВУЗа. Примерно таким образом, ну, по крайней мере, похожим, работает Lens Protocol. Он существует для того, чтобы организовывать просто связи. И POOAP. POOAP – это доказательство присутствия. Для чего это нужно? Концепция очень проста. Это soulbound токен, то есть NFT, которую вы получаете, и больше никому не можете передать, которая доказывает, что вы где-то были, или что вы стали свидетельем чего-либо. Например, если бы у нас сегодня где-то оказался проект, который представляет POOAP, вы могли бы подойти и получить свой СБТ, чтобы доказать, что вы сегодня были здесь. Это очень удобная концепция. А теперь, говоря о DAO, у меня подходит время к концу, и под конец… Подождите, вопросы будут. Хотя давайте, да ладно, давайте начнем с вопросов. Хорошо, у кого есть вопросы? Так, вопрос номер один. Можно микрофон? Человек. Да, спасибо огромное за доклад, очень классный изложен, большой респект. Хотел узнать ваше мнение по поводу DeFi. Не кажется ли вам, что это корова, которую мы доим, и по итогу качаем стимуляторами, и что она не очень хорошо влияет на то, как инвесторы оценивают ценность технологичности тех или иных проектов, и что также стимулирует создавать проекты, которые нацелены больше на то, чтобы получить какую-то прибыль, а не на технологичность. В любом случае, вам надо всегда проверять проекты. Как я уже говорил ранее, всегда проект представляет какой-то родмап, и надо внимательно смотреть за тем, публичные ли авторы. То есть, да, такая штука может существовать, то, что действительно будет стимулировать создавать фейковые проекты, но вы всегда должны проверять, во-первых, публичные ли авторы, сколько они денег вложили, привлекли ли инвестиции. Если это какой-то скам проект, то его довольно просто определить. Не-не-не, вопрос был немного в другом. Я именно имел в виду создание волатильности за счет купли-продажи. За счет купли-продажи, вы имеете в виду в DeFi купли-продажи токенов? Да. Ну, искусственная волатильность не создается, потому что в любом случае, если просто переводите деньги, то это уводит в минус. Ну, то есть, если вы занимаетесь арбитражем, арбитраж в реальном мире существует, для того, чтобы уравнивать цены. Если я правильно понял вопрос, на него же не только так используют? Ну, не только. Но используют для заработка. DeFi, тем более, это помогает. Это стимулирует, чтобы цены всегда были одинаковые на всех биржах. Тем самым, чтобы цена была одинаковая и меньше нагружалась сеть. Но это создает не самый лучший статус, в принципе, веб-три мира для людей, которые с ним не знакомы. Возможно. Тем более, если мы говорим об эфириуме. Но напоминаю, что есть такие сети, как Тон, Полигон, на которых цена транзакции очень дешевая. То есть, создать кошелек – это минутное дело. Купить один доллар через какой-нибудь P2P-сервис – это тоже не особо сложная тема. То есть, вы просто предлагаете рассматривать после других блокчейн-сеть? Как вариант. По крайней мере, заход в блокчейн все-таки не самый простой. То есть, проход довольно большой. Хорошо. Есть еще вопросы? Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Не складывается ли у вас впечатление, что так называемые DAO, они, по сути, делегируют всю ответственность на комьюнити и, точнее, даже избавляются от этой ответственности в случае каких-то неудач. Они скажут, вот вы сами сделали выбор. Это был ваш выбор. Мы тут ни при чем. Не трогайте нас. Также много проектов, которые потерпели крах. Они говорят, ой, а давайте сделаем DAO, вы будете управлять, все будет хорошо, все будет децентрализовано. То есть, такая тенденция складывается, на мой взгляд, что изначально DAO правильная концепция, интересная и в чем-то преимущество у нее есть. Но есть и недостатки. Основной недостаток, что они делегируют всю ответственность. Хороший вопрос. Насчет делегации ответственности. Ну, давайте придем, например, к теории вероятности. Все участники DAO, ну, во-первых, их должно быть много. То есть, если у вас там 5-10 человек, то это мало. Если у вас сотни, тысячи участников, то, скорее всего, причем участники, которые заинтересованы в развитии проекта. Именно в развитии. Поэтому все участники будут голосовать, как по их видению должен развиваться проект. Поэтому, в любом случае, у вас участники будут стимулированы делать правильные решения, которые они считают. DAO, конечно, уже может провалиться, но это не считается то, что оно стимулирует принимать неверные решения, и то, что оно делегирует ответственность. Все-таки, ну, это организация полностью. То есть, как в реальной жизни у нас тоже есть организации, просто они более управляемые. Тут можно согнать на одного человека, тут можно согнать на группу людей. Просто группа людей, что бьется, скорее всего, с меньшей вероятностью. Но ведь по факту картина другая. Я считаю, большинство DAO это не те, кто хочет развивать этот проект, а которые хотят просто заработать, влиять на проект, чтобы взять свою выгоду. Как получается, что там участвуют для того, чтобы получить какой-то ретро-дроп. Очень много таких. И по факту у нас не выходит, что это все заинтересованные лица. Ну, таки долго и долго не живут, как и обычные проекты, по типу NFT-шек, которые умирают через один день, тогенов, которые умирают через один день. Ну, таким же образом вы можете сделать и DAO. Да, вы заходите, чтобы заработать деньги, продаете, проект проваливается. К сожалению, это такая работа блокчейна. На этом зарабатывают трейдеры. Спасибо. Есть еще один вопрос? Еще вижу один вопрос. На самом деле много. Да, коснулись вопросы сети Ethereum. У меня есть вопрос. Ну, все помнят переход Ethereum на PoofStake. И что случилось при переходе с валидаторами? То есть не все успели обновиться на новый протокол. И на несколько дней сеть Ethereum практически остановилась. На 90% скорость упала. То есть в обработке транзакций. Очень медленно. И в тот же момент обвалился Ethereum на несколько процентов. И после такого, также вспоминая о том, что, допустим, комиссии сети за переводы, обмены, покупку NFT, газ в сети Ethereum, бывает чуть ли не равен сумме перевода. Такое бывает при очень высокой нагрузке сети. И в совокупности всего этого не кажется ли вам, что Ethereum, ну, как бы дело времени, сколько будет жить этот проект? Я думаю, что есть проекты намного достойнее, чем он. Понимал вопрос конкретно про блокчейн Ethereum, насколько он будет долго жить. В нем огромное количество денег сохранено, поэтому, скорее всего, жить будет до тех пор, пока люди не захотят вывести оттуда свои деньги. Но что произойдет, в самом деле, довольно вряд ли, потому что Ethereum имеет гигантское количество валидаторов, он один из самых безопасных блокчейнеров во всем мире. И поэтому людям просто удобно хранить криптовалюту и проводить обмены именно через Ethereum. Но, тем не менее, при обновлении были очень большие проблемы. Но не долгие. Ну, согласен. Ну, то есть вы думаете, что проект будет жить очень долго? Я думаю, да. Хорошо, ладно. Спасибо за ответ. Давайте последний вопрос тогда. Спасибо за доклад. Вот такой вопрос. Вот организовываются эти DAO, которые вы как раз указали, как проекты. И для организации требуются им же какие-то ресурсы, где они должны собраться. То есть должен быть веб-сайт, серверы. Это же тоже все нужно оплачивать. Откуда деньги? Твиттер-аккаунт, например, дискорд, сервер. Ну, что угодно, на самом деле. Ну, как они изначально-то собирают деньги на то, чтобы самим вообще организовать вот это DAO? Ну, инструментов для создания DAO, написанных смарт-контрактов, не так много нужно. Концепцию придумать может человек, который его создает. То есть для него это бесплатно. Найти себе сообщество, ну, сарфанное радио, твиттера и так далее. Алгоритмы соцсетей обычных наших, тривиальных, они продвигают как раз-таки всякие идеи. Твиттер вообще популярна платформа, вы можете там буквально сделать какой-то проект, сделать пару твитов и, скорее всего, он может залететь. Тем самым вы заберете сообщество. И создать DAO не так уж дорого, тем более есть платформа, как Арагон. Кто оплачивать будет? Кто будет оплачивать сервер, на котором это все будет крутиться? Крутиться оно не будет постоянно. Вы крутите как раз-таки DAO, когда либо вы даете токен, либо когда проводите голосование. То есть тогда уже каждый человек DAO индивидуально оплачивает. Ну, хотя там есть разные, конечно, способы, не будем углубляться, но там речь не идет абсолютно о больших суммах. То есть там нет такого, что вы платите гигантское количество денег на это. Ну, то есть вот в Твиттере там что-то написали, да, и вот кто-то решил, давайте я денег вкину, да, сервер оплачу, там, значит, сайт оплачу, там, вот так, да, произойдет? Ну, что-то вроде такого, да. То есть человек какой-то рискнет какими-то деньгами, да? Ну, причем он будет в равных правах, то есть там в зависимости, если он вкинет, допустим, столько всего, как вкинули вы, то он будет с вами на равных правах на данном этапе. Так что да, ну это какой-то риск, но тем не менее, купить сайт и сервер – это не самые дорогие большие деньги на самом деле. Ну, сначала да, но потом уже это все растет. Даже если это растет, это все хранится на блокчейне, вы не платите за аренду блокчейна. Пока это просто лежит, для вас это все бесплатно. Если вы принимаете решение, тогда вы уже платите за принятие этого решения. Ясно, спасибо. Хорошо. К сожалению, у нас, мне кажется, заканчивается временный вопрос, хотя я видел много. По традиции мне надо подвести итоги и выдать приз лучшему вопросу. Но я предлагаю, как раз таки, давайте проверим концепцию ДАЛа на практике. Мы проголосуем. Просто будем аплодировать тем людям по вашему мнению, которые задали более интересный вопрос. Например, поднимите руку, кто успел задать вопрос. Пожалуйста. Так, раз, два, три. Что, давайте по очереди так как… Как вас зовут? Николай. Прошу встаньте. Давайте тогда проведем просто… Возможно, многие из вас забыли вопрос, может, запомнили, и не суть важно. Вы сейчас, как некоторые сообщества, как раз таки, можно сказать, ДАО, должны выбрать, кто получит призы. Давайте тогда поаплодируем Николаю, в первую очередь. Как считаете? Спасибо. Хорошо, спасибо. Следующий был, по-моему, ваш вопрос. Да, Владимир. Пошу, Владимир. Поплодируйте Владимиру. Уже громче. Уже громче. Эрик, Эрик. Все, слышу, слышу. И последний. Так, что скажет наш ведущий? Одинаково? Если правильно слышал. По-моему, там вот за предпоследнего молодого человека там был один участник, который обладает 50% голосов, голос которого был самым громким и самым весомым. Согласны? Да. А пиццу-то заказывать будем? Нет. Вот так вот. Ладно, спасибо большое, Иван. Давайте его проводим. Субтитры сделал DimaTorzok Иван Терment. Иван Тер Uhm... Иван Терement.